Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Янот Пастрегун. Сегодня у нас на обзоре очередная машинка от Wall, новинка. Причем настолько новинка, что в США она уже полгода или год, как продается официально. В России ее до сих пор не анонсировали, до сих пор ее в магазинах нет. И вообще для европейского рынка, насколько я знаю, пока не выпускают. Машинка называется Wall Mentor. Рекламный слоган машинки у каждого профессионала должен быть свой ментор, свой наставник. Ну и вот такая вот игра слов. Для профессионалов машинка. Давайте посмотрим, как же у нас выглядит упаковка снаружи, что прячется внутри. Снаружи, само собой, изображена сама машинка. На лицевой поверхности также главный плюс машинки. Целых четыре ножа в комплекте. Ну и на обороте комплектации некоторые основные технические характеристики. Давайте вскроем коробку и посмотрим, что же прячется там у нас внутри. Внутри у нас прячется, само собой, сама машинка. Машинка сетевая, с длинным шнуром. Длина шнура у нас целых 14 футов, или по-русски говоря, 4,2 метра. Я лично это перепроверял рулеткой, да, так и есть. В комплекте у нас масло. В комплекте у нас щетка Fade Brush для зачистки фейдов от мелких волосков. Ну или для очистки машинки, уж кто для чего ее приспособит. И в комплекте четыре ножа. Три в отдельной коробке и один нож поставляется прямо на машинке. По дизайну машинка у нас относится к серии 5 звезд, то есть серия для барберов, соответственно. Она больше ориентирована на мужскую аудиторию. Строгий черный цвет с золотыми буквами. Ну, буквы, скорее всего, как и все надписи на валовских машинках, со временем сотрется. Причем с очень малым временем и остается просто черная машинка. Эргономика. Машинка достаточно удобно лежит в руке. Удобный хват. При этом внизу у нее специальное софт-тач покрытие, чтобы не скользило. Вес у машинки без ножа и без учета веса шнура 300 граммов. С ножом вес около 360 граммов. Это примерно вес машинки Уолл Сеньор. При этом машинка немножко крупнее, чем Сеньор. Поэтому при одинаковом весе более крупная машинка ощущается несколько легче. То есть она ощущается как вообще очень легенькая. Машинка имеет сетевое питание. Адаптер сетевой не рассчитан под российскую розетку, что, в общем-то, логично, учитывая то, что выпускается она только для внутреннего рынка США пока что. Поэтому используем адаптер. Включаем в розетку. И запускаем. Машинка, не сказать, что сильно тихая и с ощутимой вибрацией. Вибрация здесь отнюдь не за счет мотора. Мотор здесь очень хороший. Вибрация за счет самого ножа. Нож достаточно массивный. Стандарт А5. Поэтому при его движении и при достаточно легком корпусе машинки возникает вибрация. Хорошо. Надеваем его обратно. Включаем машинку. Нажимаем кнопку. Защелкиваем. Мотор здесь, как я уже сказал, очень хороший, роторный, бесщеточный. То, что он бесщеточный, на работе никак не сказывается. Это не добавляет, в общем-то, мотору ни мощности, ни каких-то других чудесных свойств. Это добавляет ему долговечности. Производитель заявляет до 10 тысяч часов работы мотора без всякого обслуживания. Это очень много. Это вам хватит фактически на всю жизнь. Мощность мотора максимально 12 Вт. Она упирается в максимальную мощность блока питания, преобразователя питания. Поэтому максимум из этого мотора можно выжать 12 Вт. Это, в общем-то, столько же, сколько у вибрационных машинок Волл для рынка США. Но это гораздо больше фактически вот здесь, на ноже. То есть, через шнур мы забираем столько же энергии, а вот на нож мы даем гораздо больше. Поскольку это совсем другой мотор. Фактически, это самая мощная машинка барберской серии Уолл на сегодня. 12 Вт на проводе, а роторных Ватт – это очень много. Мотор при этом может работать на двух скоростях – 3000 ровно и 3700 оборотов в минуту. Это небольшие обороты, но за счет очень крутецких ножей справляется с абсолютно любой массой. Без проблем, без подтормаживаний можно особо не подтормаживать. Машинкой водить смело. Шнур длинный, удобный. Это, опять же, самый длинный шнур в барберской линейке. Была до этого легенда 4 метра ровно, здесь 4,20. Еще длиннее. Надо ли еще длиннее? Ну, наверное, нет, но хорошо, что он есть. В крайнем случае, смотаете лишнее в бухту и пускай валяется. Один из главных плюсов этой машинки – это комплект ножей. Здесь у нас целых 4 ножа. Один прямо на машинке и три в отдельной коробочке. При этом ножи в разных размерах. 300, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 6, 1, 4, 1, 9, 3 мм. Немножко непривычно для меня. Я привык, что 300 это 0, 5, 1 это 2, 4 мм. Но у производителя, наверное, виднее. Здесь нет насадок. Но, собственно говоря, зачем нужны насадки, если и так шаг очень маленький, порядка 0,5 мм. То есть, это позволяет даже фейдить. Насадок нет, но зачем они нужны? В принципе, по времени, что надеть нож, что сменить насадку, практически одинаково. При этом нож снимается при выключенной машинке. Нажали кнопку, нажали пальцем, он отчелкнулся. Надеваются обязательно при выключенной. Насаживаем нож, нажимаем кнопку, защелкиваем. Не бойтесь порезаться, порезаться нереально. Ножи здесь стандарты А5. Соответственно, выпускают их все крупные мировые производители. Это Волл, это Мозер, Эндис, Остер, Трайв, Артера и еще не весь кто. При этом размеры от 1,20 мм до 19 мм. Это то, что я лично держал в руках. Кроме того, можно покупать насадки. На все ножи, кроме самого мелкого, подходят насадки от машинки Мозер МАК-45. Сюда подходят все насадки для ножей 46 мм. Ну, кроме валовских насадок, они ущербные. Там нож ущербного размера не такой, как у всех. А насадки 46 мм от Мозер, от Остер, от Эндис сюда подойдут прекрасно. Сядут хоть магнитные, хоть обычные пластиковые. Итак, давайте попробуем резюмировать. Что же это за машинка, для кого она предназначена. Ну, 5 звезд намекают, что они предназначены для барберов. Они шикарно снимают массу. И, кроме того, благодаря такому маленькому шагу ножей и большому количеству ножей, отлично можно фейдить. Более того, вы можете спокойно докупить, помимо тройки, там нож 4,5, 6 и так далее, миллиметров. И вообще обходиться без насадок. Это дорого, но оно того стоит. Будет идеально чистый срез. Ножи очень долговечные, очень клевые. И всегда можно купить любой нож, какой вам нравится. Предназначена для барберов. Позволяет снимать массу. Позволяет фейдить за счет маленького разбега между ножами. Кроме того, может использоваться любым мастером, работающим на потоке. То есть, очень мощная, с небольшим нагревом, позволяет обслужить большое количество клиентов в день. Те, кто работал раньше Остер 616, очень рекомендую. Эта машинка будет покруче, поинтереснее. Конкурент Эндис МВП. На этом, пожалуй, все. Будут какие-то вопросы, спрашивайте у нас на YouTube-канале Enotpastrigun, либо в нашей группе ВКонтакте Enotpastrigun, либо, прости господи, в инстаграме Enotpastrigun. На этом все. Пока-пока. Не забывайте про нас. Редактор субтитров А.Семкин